Привет, друзья! Меня зовут Матвей и я из Байпо. С участием киберпартизан мы продолжаем свои расследования, рассказывая о преступлениях режима диктатора Лукашенко. Подписывайтесь на наши каналы в YouTube и Telegram, ставьте лайки и пишите комментарии, а также не забудьте подписать своих друзей и знакомых. Ваша активность помогает продвижению видео, а значит, все больше наших сограждан сможет узнать правду о преступном режиме, захватившем власть в Беларуси. Чтобы вернуть в страну законность и правопорядок, присоединяйтесь к мобилизационному плану Перамога. Помогите нам распространить эту информацию. Чем больше нас примет участие в реализации плана, тем скорее наша страна избавится от диктатуры. В наших расследованиях и публикациях мы не раз рассказывали о далеко не самых лучших личных качествах красавцев, а также о их взаимоотношениях в рабочем коллективе. То есть мы делаем всю техническую работу, черновую. Так молотову черновую еще неудобно. А пользуются, а пользуются как-то ее плодами, ну, совершенно другие люди, которые мало того пользуются, ну, могли бы, мы же не просим ничего, да, взамен? Они мало того пользуются, еще пользуются так, что это мы сделали. Барь, приезжай домой, б***ь. Уй, ёлка. Впрочем, портрет настоящего красавца и театрала будет не полон без рассказа о том, как вообще попадают на работу в органы внутренних дел. Причем попадают во всех смыслах этого слова. Но для самих сотрудников, некогда правоохранительных, а теперь карательных органов, мы бы хотели напомнить некоторые правовые нормы как национального, так и международного законодательства, действующего на территории Беларуси. Ведь эти нормы применимы не только к согражданам, угнетенным вами, но и к вам самим. Например, Палермский протокол в статье 3 и Конвенция Совета Европы о противодействии торговли людьми в статье 4 определяют торговлю людьми, как осуществляемые в целях эксплуатации, вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения, других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа в виде платежей или выгод для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. В свою очередь, в нормах закона Республики Беларусь о противодействии торговли людьми и Уголовного кодекса, под уголовно наказуемой эксплуатацией человека понимается незаконное принуждение человека к работе или оказанию услуг в случае, если он, по независимым от него причинам, не может отказаться от выполнения работ или оказания услуг, включая рабство или обычаи, сходные с рабством. Однако, несмотря на установленную законом ответственность, сегодня представители ОВД, рекрутируя молодые кадры в свои заметно порядевшие ряды, широко используют способы психологического воздействия на неокрепшие умы, привлекаемых на службу граждан, по сути, ничем не отличающихся от признаков указанного преступления. Ну а теперь обо всем по порядку. Находясь под прессом вышестоящего руководства и в условиях полной дискредитации имиджа некогда правоохранительных органов, вербовщики от ОВД зачастую действуют как банальные мошенники, детально и красочно расписывая все перспективы службы в рядах милиции. Стабильная заработная плата, длительный оплачиваемый отпуск, возможность карьерного роста и обучения. Они коварно умалчивают о существующих нюансах этой службы, о том, как тебя нещадно будут использовать без оплаты переработки, об ограничении в базовых правах и свободах граждан под соусом особых условий службы и других высокопатриотических понятий. Вплоть до последнего железного аргумента именем революции. А если молодой милиционер все-таки решит оставить службу, не выдержав всех ее прелестей, в качестве мести для таких предателей предусмотрена финансовая ловушка в виде выплаты, госрасходов на обучение и так называемых контрактных. И да, про все эти нюансы прекрасно знают сотрудники органов, тайком смотрящие данное видео. Более широкой публике про финансовую кабалу для людей в погонах стало известно в разгар прошлогодних протестов, когда ряд силовиков пожелал остаться верными белорусскому народу и собственной совести оставили службу. Схема организации вербовочной кампании для трудового рабства в МВД выглядит следующим образом. Важнейшим подразделением, занимающимся комплектацией кадров в ОВД, на бумаге является Главное управление кадров и идеологические работы центрального аппарата МВД. Но на самом деле, данное подразделение кадровой службы фактически превратилось в рудимент, так как его сотрудники вместо непосредственной работы лишь надувают щеки и делают твит, что формирует кадровую политику. На практике же все сводится лишь к раздаче ценных указаний ниже стоящим подразделениям и осуществлению контрольно-карательных функций. Обычно от кадровиков центрального аппарата вниз кадровикам областных ОВД спускается распоряжение типа о принятии мер, направленных на обеспечение комплектования подразделений ОВД. В свою очередь, те перенаправляют его еще ниже, на землю. Вот такая вот вертикаль стрелочников. Идем дальше. На земле же, а точнее на уровне начальника ОВД, рождается бумага о необходимости обеспечить пополнение кадровых рядов. И с этого момента выполнение данной задачи становится главной болью всех служб проекта дела. А ее важность подкрепляется угрозой объявления взысканий, за невыполнение плана и, соответственно, лишения премии. Будущих рабов системы кадровики ищут прежде всего среди призывников и новоиспеченных дембелей, только-только вернувшихся из вооруженных сил страны. А поскольку план по поиску и вербовке новых рекрутов в ОВД должен быть выполнен любой ценой, ведь на кону собственная карьера и премиальная. Нечистия на руку вербовщики прибегают, в том числе, и к запрещенным приемам внутривидовой борьбы, внаглую переманивая молодых кандидатов у коллег из других подразделений. Давайте послушаем, как ездят по ушам и по промытым замполитыми мозгам будущих милиционеров эти ловцы душ. Алло. Вадим Сергеевич, добрый день. Здравствуйте. Департамент охраны город МИС. Скажите, вы уже к которому труду устроились? Нет еще. Скажите, а вы не рассматривали пойти в МВД работать дальше? Рассматриваю, я в ОМОН устраиваю. В ОМОН? Да. Понятно. Ну, что могу сказать? Приятно слышать, что идете в органы. Ну, смотрите, как бы работа, знаете, куда идете, да? Департамент охраны не рассматривали вообще? Рассматривал, ездил тоже там в департамент охраны. Смотри, просто в чем отличка ОМОН и департамент охраны? В ОМОН не больше платят денег, однозначно. ОМОН у нас это силовой блок, ребят там зачетные, пацаны. Реально уважают. Платят больше, со строительством там по-лучшему. Но работа там похуже. Намного хуже. Фишка в чем, понимаешь, как бы, ну, стоять на площади флага, охранять флаг как-то, ну, как бы не совсем респект. В чем отличие нарядов охраны, да, именно ГРЗ, где нам нужна первая группа здоровья, это, у нас, конечно, зарплата будет поменьше, чем в ОМОНе. Но, опять же, мы постоянно на острие атаки. То есть, как ты понимаешь, весь миск оборудуется тревожными кнопками, да, то есть магазины, банки, и вот группа задержания, они выезжают именно на сигналы тревог. Только этим они занимаются, и все у них, да? Да, 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 да. У нас группа задержания, она патрулирует по маршруту, да. Да, бывает, что мы выезжаем на семейные трусы, ну, на семейные скандалы, там, ну, помогаем РУВД, в частности. Но основная специфика – это наш охрана объекта. Где-то ОМОНовцы, они где-то уже, знаешь, они где-то уже просто идут и ломают, да, то есть, ну, выбивать зубы идут. А наши, они всегда приезжают первые, и зачастую, что и чуть-чуть другая немножко специфика, она больше ОМОН у нас так вот, когда в мирное время, они больше как патрулька работают. То есть, они вот ходят по городу, да, патрулируют, ходят до страны. Да, я знаю, знаю, знаю. Да, либо флаги, я говорю, охраняют, либо, ну, выставляются где-то там, ну, то есть, как бы, ну, у них графика как-то такового не существует. Да, то есть, там непонятно, как ты работаешь. Ты вот сегодня, например, ты можешь уже всю ночь работать, да, утром прийти домой, и в обед тебя снова могут уже поставить на работу. Да, у нас такого, в охране такого нет. В охране стабильный график, день, ночь, двое, дом. То есть, у нас как бы в одностороннем порядке, как в ОМОНе, да, завтра на работу не е**ть. То есть, такого нет. Или наоборот, даже, ты сегодня пришел с ночи, б***ь, спать хочешь, упал на подушку, трубку не поднял, б***ь, минус 100% премии. Да. У нас как бы такого нет, б***ь, понимаешь? У нас как бы, ну, более человече. Ну, как бы, у нас, например, ты уголовное срубил, да, ну, бандоса поймал. Ага. Как бы, ну, тебе премия сразу. Мы же департаментом, мы сами деньги зарабатываем. У нас есть деньги на то, чтобы и форму закупать, и машины ремонтировать, и премию людям платить, и зарплату вовремя давать. Мы же не бюджетная организация. Мы МВД, да, ну, как коммерческая милиция, считай. Нам платят, мы охраняем. Казалось бы, ничего особенного. Представитель государственного органа заботится о судьбе молодого человека и пытается ему выдать билет в светлое будущее. И все бы хорошо, но вот только сам капитан милиции Савельев за собственные дифферамбы прохождению службы в департаменте охраны и лом его гроша бы не дал. Это ведь только молодому пополнению можно вешать лапшу на уши. А вот в задушевных разговорах с приятелями можно и правду сказать. Да, братка. Ну, что ты решил? Поехал? Да, да, я уже в пути. А, да ясно. Я тоже был выехал. Что, что, что? Тоже выехал, говорю. А, ясно. Закончил работать как неделя. Да. Ай, блядь, блядь. Надоело, блядь. О, нет большим очем. Да, блин, не хотят солодчь меня переводить. Представляешь? Могилёв, блядь. Типа, что, блин, я зашибись. Тут справляюсь, блядь. Как бы сиди, блядь, но он не зёргается. Прикинь. Ну, а на какое место в Могилёв? Да, я уже готов пойти хоть на какое. Честно тебе скажу. Хоть на злотника. Да, ну, на... Я не знаю. Я буду драть когти, блядь. Приеду в Минск, буду сейчас звонить. Одному человеку говорят. Да, в РУВД, в Майчулах. Помога... Дежурного, блядь, место свободно, блядь. Буду звонить, уточнять, блядь. Ну, на районе, да? Или... Да, ну, не, на районе, на районе. На районе нормальном, дежурном. Ну, попробую туда, блядь, впрыгнуть, блядь. Я, блядь, охрану, блядь. Он недавно был в коллеге, я же, блядь, говорят, типа... Люди уходят с охраны, да? Как можно уйти из, блядь, большой такой семьи, блядь. А люди переводят, это, блядь, куда бы с охраны, блядь. Да, блядь. Ничего тут не переводят. Знаешь, кто виноват? Командиры, блядь. Это командиры виноваты, блядь. Я уже не могу, блядь, просто, блядь. Надо, блядь, надо должности командиров вообще, блядь, упразднить. Впрочем, вряд ли кого-то можно сильно удивить обманом и лицемерием, на которых, к сожалению, строится сегодня вся работа в белорусской милиции. Куда больше впечатляет то, насколько капитан Савельев не уверен в собственном будущем в рядах органов внутренних дел, что даже решается прибегнуть к услугам гадалки-предсказательницы. Да, да, брат, да. Ну, 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 что там? Вот, короче, тебе надо будет выбрать, ты же понимаешь, она же на выходных не принимает. Ну. Вот, и тебе надо будет выбрать, как тебе будет удобно к ней подсказать. Там же все расписано, в казахстане. Я сам хочу просто не просто кофе попить, а я хочу приехать именно на прием тоже, чтобы снять сложненькие вопросы по приезду. Мне нужно с ней поговорить. А лучше всего это вот у нее в этом кабине опять же. Да, да, да. Я лучше заплатил денежку, да, но я, бля, не знаю, что мне нужно, мне подсказать конкретно кусок времени, мне скажут, мне расскажут, и тем более в этой комнате у нее самая мощная ауна. Все, короче, все поменялось, до поездки было одно, а сейчас такое что? Ну, вот у меня тут, бля, то же самое, понимаешь, и контракт, бля, начинает, ну, как бы все время есть. Нет, даже в следующем году, бля, контракт заканчивается. А, что делать так? Кому-то, бля, да. А ты в каком направлении двигаться, да? Да, 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 на гражданке вообще, бля, есть смысл, бля, или нету? Нету так, бля, тут уже, бля, подпишу на пятерку, бля, и буду уже ломить до конца, бля. Будешь терпеть, да? Да, и буду блядься уже, тогда уже до 48 уже буду, блядь, смыслать. У меня зарплата, блядь, не блядь, а не в рот, блядь, блядь. Мало, да? 1400 на 24 на 7? Ну, это что? Это, блядь, это при чем 1400, это при чем с премией, которую приходится сосать, отсасывать у всех, чтобы она, блядь, у тебя осталась. Так, блядь, мне это надо. А что это там? Брось, да. Ну, что, как обычно, не комплект, не комплект, не комплект. Это я... Высок, блядь, не делается, блядь. При этом в системе органов внутренних дел практикуется не только трудовая эксплуатация. Некоторые милицейские начальники дают волю и одному из основных человеческих инстинктов. Как тут не вспомнить в качестве примера пикантную историю о бывшем начальнике пропаганды МВД до чемоданского периода Георгии Евчари и его взаимоотношениях с подчиненной Натальей Ганусевич, в результате которых Евчар вылетел из пресс-службы министерства. И лишь исключительно благодаря бывшему министру Шуневичу, не пожелавшему выносить ссор из избы, этот альфа-самец в погонах избежал уголовной ответственности за попытку изнасилования подчиненной прямо в здании МВД. Примечательно, что официально Евчара убрали из чиста личного состава за неудовлетворительную работу. Последней каплей для чего якобы послужил креатив последнего, но шумевшим роликом с извинениями подростка перед статуей минского городового. Я искренне раскаюсь за то, что причинил вред этому памятнику сотрудникам милиции, потому что у этого памятника своя история, и я мог как-то своим поступком ее загрязнить, и я этого не хотел, и искренне извиняюсь перед всеми. Впрочем, позже. Идею этого идиотского видео Шуневич зачем-то приписал себе, а Евчар заявил, что ушел в отставку за выслугу Честно говоря, совсем не хочется копаться в чужом белье, но уж слишком часто МВД и режимная пропаганда эксплуатируют понятие офицерской чести, в то время как в рядах современных органов карательных дел Беларуси сегодня ее практически не сыскать. Ну вот, например, думал ли об офицерской чести ныне начальник идеологической работы и кадрового обеспечения Воложинского РОВД, а ранее начальник АБЭП Александр Акушко, семьянин, отец троих детей, когда склонил к служебному роману молодую сотрудницу своего прежнего отделения. Со временем молодая женщина превратилась в матерую хищницу и потребовала от замполита не только развода с женой, но и исполнения других желаний. Слушаю. Алло. Да. Владимир Здоров. Добрый день. Есть минута? Да, есть. А что там, там, что-то здесь, с Воложина БЭП что-то переводит или что? Ну, короче, там очень серьезные проблемы по Воложину. Очень серьезные проблемы. Замполит влюбился в сотрудницу БЭП. Значит, там... Ты потом в нее не влюбись. Что-что? Ты потом в нее не влюбись. Я ее только что вызывал, б**. На сегодняшний момент пришла жена. Это уже длится долгое время. И, короче, б**, у нее трое детей у замполита. Она разрешает эту семью. Ее решили, б**, срочно перекинуть, чтобы не было там какого-то ЧП. Понимаешь? Вот такая... Какую службу? А? Какую службу? Какую? У меня в БЭП все занято. А как ты перекинешь? Они в Сесюком согласовали? Я ж не знаю. Тут Романчук, руководитель УВД, Романчук сказал, пойду докладывать генералу этот вопрос. Ладно. Это сегодня было? Ну, это сегодня. Мне звонил веревчик. И сказал, команда Романчука написать рапорт. Мне это, б**. Честно говоря, у меня баб столько, что, б**, мне они не нужны. Нет, так... Ладно, хорошо. Она еще тем более не рожавшая. Ой, б**, такая баба, б**, ее видел. Ну, конь, б**. Конь, б**. Плечи видел какие? Видел. Давай, б**. Ну. И опять со стороны МВД мы видим попустительство моральному разложению начальствующего и личного состава. Неудобную подчиненную попросту перевели в другой РУВД, а с начальника-идеолуха под его честное слово взяли обязательство, что подобное больше не повторится. Ну да, честное слово. Уже смешно. И лишь у начальника УБЭП УВД Миноболосполкома Владимира Емельянова поведение Акушко вызвало эмоциональные слова порицания. Впрочем, и тут взывание к морали не обошлось беспривычной уже для сотрудников органов внутренних дел ненормативной лексики. Ну а как-то Какушко уже замполит, б**, он на б** должен, а не на баб смотреть, на б**. Подытожить сегодняшний выпуск хотелось бы обращением к молодежи, которая подумывает о службе в органах внутренних дел, а также к тем сотрудникам, кто не запятнал себя преступлениями против белорусского народа и не утратил способность думать самостоятельно. Разве о такой службе вы мечтаете? Разве роль дворовой цепной собаки, которой пугают окружающих, и за такую службу получающий лишь кости с барского стола и пинки под зад? Разве такая роль вас устраивает? Разве так уж цена работа, из-за которой стыдно смотреть в глаза соседям, и о которой не похвалится ваш ребенок в школе? Присоединяйтесь к мобилизационному плану Перамога. С каждым днем нас все больше, а значит все ближе наша победа над преступным режимом, и все ближе нормальная жизнь на нашей земле. Вместе со своим народом, с честью и достоинством. Живе Беларусь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова